Люберецкие волонтёры идут на помощь. Из-за распространения коронавируса жители старше 60 лет просят сидеть дома. Волонтёры покупают продукты и доставляют лекарства. Наша съёмочная группа пообщалась с добровольцами и теми, кому они помогают. Павлу Сенечкину 75 лет. Он ветеран спорта. Лыжи, дзюдо, футбол. На этом список не заканчивается. Павел Александрович много лет работал заместителем председателя спорткомитета города и был председателем Люберецкого общества «Спартак». Сейчас в доме проживает один. Я живу по принципу в своих бедах, никогда не винить других людей. И никогда никакой помощи никогда не просил. Даже от детей. Сами управлялись. Сейчас тяжело. Убрать листву и спилить старые ветви деревьев. Так звучала заявка Павла Александровича. На неё отозвалась Анна Смирнова. Она тренер по художественной гимнастике. Но сегодня в руки вместо ленточек решила взять грабли. Каникулы у нас не работаем. Решили попробовать это деление, проявить активность. Но вы знаете, у нас действительно последние два года достаточно тяжелые. Не только в Московской области, но и во всей стране, во всем мире. И помощь неравнодушных ребят. Тем, кто остался один, тот, кто не может выйти в режиме пандемии из своей квартиры. Это больше наши пожилые жители. Это инвалиды, те, которые не могут себя обслужить, которые не могут сходить в магазин. В Люберецком штабе волонтёров 147 человек. В день добровольцы принимают до 10 заявок. Мы свою работу начали, как и все муниципальные штабы, в марте 2020 года. И за это время мы помогли огромному количеству людей. Если я не ошибаюсь, то где-то плюс-минус за 2020 год порядка 7 тысяч заявок. Также волонтёры работают на пунктах вакцинации. Задач немало, поэтому в штабе всегда рады новым помощникам. Айтад Шчерагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.